Христос воскрес, Игнатих. Поиск, он воскрес. У меня тут такая городушка строится, чтобы аппарат-то установить. Я не могу к клавиатуре подойти и ответить. А, всё понятно. Приходится опять размонтировать. У меня тут наушники, аппарат поставить, книги-подставки и сам ящик. А, так у вас получается на одном кабеле завязано несколько инструментов. Не на кабеле, а я потом покажу. Такой фанерный ящик ставлю на клавиатуру, а на ней связанные с топкой книги. А на них уже тогда видео. А справа наушники. Видишь, мне каждый раз всё это снимать надо размонтировать. А, ну всё, всё понятно, понятно. Ну, наверное, сейчас я... Всё пришло. Вот лежит, я сейчас покажу по камере. Я вам видео прислал. Сколько книг? 37 книг. 37, правильно. 38-й уже не было. Да. Стихи они кончились. А я не вижу, где красный, это Новый Завет. А вот тут отсвечивает, он там вот, дальше. Дальше? Вот он, да, дальше. Я просто не могу камеру подвинуть. Ну, ладно, 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 я вижу, вижу, вот. Ну и как? Целые они, непомятые? Все целые, да, в хорошем состоянии. Слава Богу. Слава Богу, благодарю вас. Ну, слава Иисусу. А ваши кто видел? Сейчас отец придет, мать уже видел, жена, конечно. Ты их собери, чтобы они книги брали в руки, покажи, как они листают, считают и составь ролик такой. Хорошо. Особенно для Слова Божия нет ус, это ключ ко всем книгам. Хорошо, я даже, может, дедушку потом приглашу еще. Обязательно собери вместе всех сначала. Да, ладно, сделаем так. Такое бывает не каждый день. Да это вообще такое не бывает, радость такая. Это мне в Ростове-на-Дону, когда мы зашли с книгами, они говорят, для нас праздник, когда нам кто-то книги приносит. А тут целое, представь, сколько. Да, да, это вообще, это на поколение. Ну, вот которые люди-то нападают, а тут под этим, у шахмата внизу написали, когда он выставил свой ролик-то там, молимся и прочее. Вот, они когда нападают, а сказать еще у них нету. Ну, ты 2.18 считай, Якова. Покажи веру твою без дел твоих. Я тебе покажу из дел. Как огня бояться, когда скажешь. А кого привлечет? Ну, мы два пустотелы встретились, еще мы поговорим. Я могу сказать, что можно что-то делать. И как результат мы показываем, как говорят, земля, вот она деревня, дети, вот он лагерь, образование, вот они книги. Но за этим стоит труд, который людям даже не снился. Вот представь, только за книгами я просидел больше 30 тысяч часов. За компьютером. Это вы печатали только? А сколько вообще создавали? А когда создавал, 50 лет до этого ушло у меня практически. Полвека я копил знания по каждому вопросу, какие задавали в университетах, школах, милиции, на радио. Люди, которые нападают, они ничего не знают, им и не надо знать. Это мирские люди. Мертвецы я написал вокруг. А человек думает, ой, меня посетили много. Я говорю, ну ладно. Интересно смотреть, как крокодил со змеей борется. А дальше-то что? Ну, посмотрел, ни крокодила, ни змеи нету, а ты остался один, как крокодил. Да. Но, понимаете, вы же... Ну, я не знаю почему. Но почему так людей, вот люди приходят в православие и так блокируются? Таланты все свои блокируют. Почему? Откуда это взяло? Прям заблокируются и все. Ну, вот представь себе, мы беседуем с местным архиепископом тогда еще, в те годы. Допустим, это 80... Какой? 79-80-й. Приезжает архиепископ Гедеон. Может быть, он еще и епископ был. Да, Кукин. В Новосибирске. Тут епархии у нас не было. Вот я у него беседую, приезжаю, там часами беседуем. Он приехал сюда, идем рядом. Служба отошла вместе. Я и говорю, владыка, как я могу быть полезен? Ну, ты же в храм ходишь, ходишь, ну, а что тебе еще надо? Понимаешь, тогда книг не было, но уже я насчитывал Златоуса, другие книги. Он этим пользовался. Это не надо ничего. Зачем? Главное – это смирение. Стижи дух мирный, вокруг тебя соберутся тысячи, спасутся. Этого никогда не было. Это совершенно не по Евангелию, но как утешает. Главное – я мирный, я молчу. Сапаточку, говорится, портянку и все. А где кто обратился? Скажите, покажите мне тысячи. Где Аколосерапима? Кто научился Слову Божию? Один. Вот он сказал, теперь покажи на практике. А еще он покажет, когда он сидит, деревья склонились, это такая. Там ручей потек, от Иордан, горка повыше, Голгофа. Ну, игра детская. Где-то Господь сказал, чтобы мы играли. Играли все время. Он говорит, идите по всему миру. А не сидите, когда придут, тебе топорами будут охаживать разбойники. Павел говорит, от разбойников, где на дорогах, в путешествиях, они где-то под соснами сидел. Главное, медведь пришел, поел. Вот это главное. Как у Герасима. Лев занозы вытащил, он на нем воду возил. Все, больше ничего нет. Я говорю, лев-то и тот самоубийца. Когда он умер, лев поднялся на лапу, ударился и убился. Одного лева не мог воспитать. А Герасим Петрович Павский, один из самых лучших переводчиков Библии. Матфея, Патцалтырь, это все его. О нем даже не знают люди. Понимаешь? Да. Он воспитатель царских детей. Преподаватель. Там для евреев готовил учебники. Знание языка какое. Готовит учебники, грамматики для еврейских школ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас. Говори. Говори. А что ты хотел? А-а-а. Ну ладно. Заходи. Я тут разговариваю. У меня запись идет. Давай. Сергей там диск везет. Ну вот такое дело, что... Они говорят по-мерзки. Я написал сейчас. И мир слушает. И каждый день. Даже ничего нету. А я буду вникать в события, разбирать матрицу. Мастер Маргарита. Кому это надо. Он безбожник. Табакур. Табакур. Сидел, выдумал. Думал только, как бы лишнее слово не написать, чтобы Сталин не сожрал. А теперь думают. Из ада восстали там. Ну ничего этого нет. Это фантазия. Как один день Иван Денисович. Как собачье сердце. А знаешь, как занято. Сидеть, смотреть, отдыхать и смеяться. Ну ладно. Нашелся такой Владимир Толокойников. Сыграл Шарикова. Ну и он уже умер. И где его душа? То есть совершенная бесплодная смоковница, которая под корень Господь вырубает. А они вокруг. А человек... Это не гордыня, это не прелесть. Это самая натуральная прелесть. Почему? Вопреки Слову Божию. А когда по Слову Божию, тут не может быть ни гордыни, ни прелести. Почему? Это скорбный путь. Тебя ждут язвы, удары. Тебе не до этого будет. Переворачиваться не успеешь. Они ничего не знают. А теперь вместе хором они там нападают, поносят, а они не знают, что это моя награда. Радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Ну и сидит какой-то там на Украине. Вот я даже живу, где... Вы знаете, там, вот, прокурора Края нарисовала. Ну, прокурор Края, мой друг, не твой. Дальше. По решению суда я нахожусь, вот эти два дома, и территория, в центре. Какой красивый там дом. Это... Да я неправильно получил, дескать, добиться, чтобы отняли. Они сумасшедшие. У меня президент не может отнять. Почему? Решение суда. И написано, пересмотру не подлежит. Решение суда и печать. Почему? Потому что они рассчитались за деньги, которые суд вырешил мне, а рассчитываться нечем, и они недвижимостью у два домика. В одном молимся. Ну, люди, которые нападают, на них даже обижаться нельзя. Слишком велика честь для них. Ну, да. Да. Если я обижаюсь, значит, я хоть как-то его признаю за человека. А я там не вижу человека. Где человек? Как этот диаген был. Людей много. Среди дня с лампой ходят по улицам города и ищут человека. Ну, понимаете, вот оно вот как-то распространяется, вот это вот учение, то ли какое-то оно монашеское. Вот что надо бороться, то есть борьба постоянно должна быть с страстями своими. Ты внутри должен их победить, а потом ты уже должен выходить куда-то. Вот я до этого-то, я все это, я же все 10 лет эту литературу все читал и по ней жил. И все время боролся то с блудными помыслами, то с всякими другими помыслами. А я вот как вас встретил, вдруг я понял, что, а что я бороюсь? Вообще не надо, на них даже смотреть не надо, на эти помыслы. Не то, что с ним бороться. Надо делать дело Божие просто. Делаешь, и три месяца, вот я вот как с вами знаком, у меня не одно, Господь как отшиб все. Просто вся вот эта борьба куда-то ушла, мне времени просто нет до нее. Времени нет, вот бороться там, помыслы свои рассматривать какие-то там. Я думаю, как же так, это же обман, действительно, я думаю, что я там рассматривал что-то внутри себя. Вот Библия написана, исполняешь, делаешь, и все, и радуешься Богу, славишь его. В первом послании Иоанна говорится, верующий не может грешить. Не может, то есть как? Мощь это, силу прилагать, чтобы как-то согрешить, добиться. Он не может, он рожденный свыше. Страх Божий, как крыша накрывает его. Я не могу это сделать, мой спаситель видит ангела. И они шли, какие страсти? Страсти всякие есть. Ну не сидеть теперь. Ой, я тут, да, с чего началось, с чего кончилось? Они плавали в этом. Раньше журнал выходил такой, паломник назывался. А я разные такие рассказы собирал и издал о тьмы к свету. Кажется, пять кассет было. Не кассет, а катушек. По 8 часов, 20 минут. Ну, большие такие рассказы. И там, в одном где-то большом районе, в селе, храм был и служил батюшка, старый это Ферапонт, такой настоятель. Но к нему прислали молодого Андрея с матушкой, кажется, Ириной. И он начал учить народ. Как народ-то? А что, они стоят, выйдут и в церковный оград мужики покурят, поговорят. Когда корова твоя гулялась, когда там еще распахал десятину, а он начал учить, а матушка детей собирает, учит. Ну, это как задело Ферапонта, как он это начал и нажаловался архиерею. Он тут какую-то революцию подготавливает, это надо проверить. Революцию, ну, конечно, народ-то стали собирать все люди, учить. Ну, и архиерей-то, ничего не проверив, и отослал его в монастырь. И, кажется, монастырь то ли на два, что ли месяца. Ну, туда приехал монастырь. А то монастырь, а то монахи, все ищут грехи свои, как не стоит Андрея. Всю жизнь, все века в пустыне с анонизмом боролись. А это тебе надо? И вот он начал проповедовать. Монахи, а его не лишили, ни сана, ничего, просто наказали на время, в шизо посадили. Пошли на исповедь. Он на исповеди, как начал им говорить. Монахи между собой вдруг зашушукались. А что же мы делали, тут в свой колец сидели? Какой-то свет воссиял у них. Он говорит о любви Божией, о проповеди. Вот не идете, все заглохло. Россия на грани катастрофы стоит. Народ Бога не знает. И они знают, и родственники пишут. Все это так. И вот однажды к архиерею приезжает друг его, генерал. Ну, раз говорили с архиереей, говорит, народ совсем перестал ходить, говорит. Вот недавно патриарх выступал, Кирилл, и говорит. Колокол ударит, люди в храм. Да сейчас хоть из пушки бей, никому не надо. Это правильно, и так да. И народ вообще не желает слушать, храмы пустые. А генерал говорит, слушай, друг, это не все. Ты то ли не знаешь, у тебя тут монастырь где? Ну да где, да недалеко тут, километров тридцать. Я тебе вот что скажу. Недавно я там был. Я не знаю, что ты пришел, кого-то привез или что-то и зашел. Гляжу, народ весь столпился. Народу много. Полный храм. Ну, говорят, месяц назад почти никого не было. А я говорю, а почему так народ пьет? Батюшку прислали нам. Отец Андрей сбать его. Ой, как он проповедует. Да с самых печенок пропекает. И говорит, надо идти любить Господа. И дальше у нас в семьях все пошло по-другому-то. Я, говорит, пришел в сторонку встал. Он как говорил. Владыка, прости меня, говорит. Ты же знаешь меня. Показывает грудь в орденах. Я обо всем забыл. У меня слеза прошибла. Архиерей-то сидит себе на усы мотает. Ага. А-та, значит, я из этого Покропского Андрея отосал Волконского. А вон в чем дело. И он своему там, который прислуживает, секретарь там или постельничий, переоделись в монашескую одежду, он же монах, и туда приехали. Эти свои башлыки-то натянули, их не узнать, и в темном уголке-то встали-то. И вот он стал говорить проповедь. А отец Андрей вообще не знает-то. Как он говорить начал? Архиерея, как это за дело? Архиерей голову опустил. Он как будто против архиерея говорит. Он никого не называет. Что если бы руководили как следует, мы бы каких выставляли-то, из нашей среды бы выставляли люди живые были бы, а не архиерея. Они просто сидели там, делали бы, поднимали бы Россию. Архиерей еще ниже наклоняется. Когда все это кончилось, он потихоньку вышел, а дорога решили заехать туда, где он служил, отец Андрея-то, к нему. Ну, заехали, а что там, его нету. Но они решили тогда к старости. К старости поздоровались. У вас странников-то принимают? Да принимают, заходите. Вот он кормит его там все это, рыбы. У него как раз поймалась рыба. И что-то его беспокоит. Он, матушка, это своей там старостихи-то говорит. Вот этот странник-то, монах-то, на кого-то он похожий. Ну, не могу вспомнить. Но видал я его где-то. Да где ты видел-то его? Никуда не ездишь. Сам-то уже сидишь всю жизнь на месте. Нет, видал. Ну, и они побыли, расспросили. А у вас что, служба-то идет? Да идет. Я тебе скажу, у нас был тут священник. Только никому не говори. Архиерея говорит. А то и меня потянут за это. Архиерея-то не разобрался. Да вместо того, чтобы Ферапонта наказать, наказал Андрея, промазал мимо. Ну, а матушка ведет работу с детьми. Но Ферапонт хочет, чтобы ее тоже скинуть сейчас. Сергей Павлович, мне везет диск. Он сейчас зайдет, и будет видно его. Ну, и все это расспрашивает подробно. А что он, Андрей? Ой, Андрей, я тебе скажу, как он любит Господа. А Библию как знает. Мы когда не слыхали даже такого. А этот сидит, голову опустил, башлык на голову. Так. Побудешь, Маленько, Умна? Вот, вот, крест. Маленько, маленько побуду. Маленько, по-буду. Маленько, в детский банк. А в банке сейчас? Ваши. Ага, мне только давай. Ну, туда, положи. Иди сюда. Я разговариваю, сейчас и славу. Ну, он поговорил со своим слушкой-то и ушел. А этот старост в другую комнату зашел к себе за спальню-то, глянул. Ох! Так это портрет архиерея у меня висит-то. Я то и думал, матушка, да. Ну, я что-то личное, наверное, сказал. А то он теперь уже задрожал. Да ты ничего не говорил, только говорил. Да и Павлович, Христос воскрес. А если на воскрес, дорогой брат? Ну, и разобрались. Ну, что, говорит, мне теперь будет-то? А тому уже кончился срок, он возвращается. А матушка говорит, наверное, архиерея нас переведет с этого прихода. А в это время приходит посылка, как к тебе вот такая. Ну, они еще помолились, разрезали. А там новая камеловка. И его повышение сразу, его повысил он настоятелем. А этого, Ферапонта на пенсию. Просветители. Такие вот рассказы. Как Бог делает. Так. Бог делает так. Да, конечно. А то, главное, стяжи дух в мире. Ну, и проверяй, то ли я мирен, то ли нет. А Давыд говорит, я мирен, но только заговорю о них к войне. Апостол Павел был мирный? Нет. Сколько у него было в опасностях от друзей, от врагов, лжебратьев? А Христос был мирный или нет? Почему столько врагов было? Пришел к своим, свои не приняли. Возвели его на гору и хотели свернуть, он прошел мимо них. Луки, 3 глава. Люди не понимают эти слова. Главное, вот, а мы ездили у отца там Владимира, как у Христа за пазухой. То есть он ничего не говорил. И этот-то приезжал ко мне, там-то он вел по-другому, нога за ногу не закладывал. А тут, гоголем каким, но пришлось маленько задуматься. То, что было, не вспомнится, а то, что слышал, будет поджигать. Я сказал, все, ничего не... Ну, и буквы не... Он за меня же не ступался, не скрыл. Надо помаленьку выводить этого товарища, чтобы он все-таки выходил на меня, и мы беседовали. И скажи, вам такой материал будет? Во! Записываем все. А, на лето, скажи, поедешь, отдохнешь, и я говорю, что там очень полезно быть. Так что давай, посредник, я сам-то ничего не могу тут. Я каждые два дня стараюсь ему скидывать, скидывать, скидывать. Он, призна, это считает? Да, читает. Ну ладно. Ну вот так. Получил книги все. А Сергея Козлова? Да, все, пришли. Я в видео потом... Тогда вот этот, который я в видео вам скинул, его пока не выставляйте, я его еще наснимаю, еще больше, сделаю, скомпоную, и вам уже целое скидываю, там, как с родственниками. Да, тогда можешь не высылать. Сначала все сразу компоную, скинь. Да, да. Да, я вас это... Да. Скомпоную все. А, да. Вот, вопросов еще хотел задать. Давай, давай. Время есть. Вот сейчас я цитату прочитаю. Люди вот пишут, и вот как вы к этому относитесь, и могло ли такое вообще быть. Вот смотрите, это право послевоенное время. После войны советские города были наводнены людьми, которым посчастливилось выжить на фронте, но потерявшим в боях за Родину руки и ноги. Ну вот как ваш отец. Да. Самодельные тележки, на которых юркали между ногами прохожих, человеческие обрубки, костыли, протезы героев войны портили благообразие светлого социалистического будущего сегодня. И вот, однажды советские граждане проснулись и не услышали привычного грохота тележек и скрипы протезов. Инвалиды в одночасье были удалены из городов. Одним из мест их ссылки стал остров Валаам. Ну вот, как это, кто-то пишет. Это вот кто-то пишет, я даже не знаю кто. Да-да. Собственно говоря, события эти известны, записаны в аналог истории, а значит, что было, то прошло. Между тем, изгнаны инвалиды, на острове прижились, занялись хозяйством, там создавали семьи и тому подобное. И вот, мне вот интересный вопрос, как вы думаете, вообще, такое вообще возможно, это правда, что это написано, или нет? Что инвалиды в одно время вдруг исчезли, что их там советская власть выслала там или расстреляли там, я не знаю, что с ними сделают. Я фильм смотрел на эту тему, как раз про это говорится. И там их выводят на расстрел, и дальше они как там прятались, и что за то было. Ну, ну это фильм, но о действительности, вот сколько, если зарядить, сколько погибло в войну. Цифры-то менялись, менялись, и наконец остановились на 28 миллионах. Раненых всегда, как правило, минимум в три раза больше, чем убитых. Ну, рано-разно бывает, лишился чего-то, ослеп там, обгорелый танкист. Ну, я с 1939 года рождения, значит, война закончилась, мне уже 6 лет, я это очень хорошо помню. Вот мой отец вернулся, либо руки, нету, маленькая культяпка только. Вот, без ноги был один, второй, кажется, какой-то там еще был, я знаю. Один, я уже теперь так вспоминаю, что он говорил, тогда ты не касалась, звали Вася Косорылый, Крутиков Василий, а он служил где-то в разведке полковой, где-то что-то по пьянке было, и мужики там встали, мужиков троили, что ли, он их всех положил один, а сразу к нему уважение вышло, а он применил, а то у него оторвало, вот здесь вот, атакало челюсть, губы, вот это все, а ему тело-то чужое не перерастет, так ему где-то сзади со спины вырезали, и руку он все время держал сзади, эту ленту-то отрезали, и к руке сюда присоединили, и он держал, пока она не проросла, теперь ее туда отрезали, и вот эта лента у него здесь, теперь ее в губе пришили, и у него так оно боком было, ну есть можно было, то есть людей пострадавших было очень много, ну ладно, в деревне вернулся Тихон, Мария его ждет, дальше пошла жизнь, он пастух, его вполне ноги здоровые, а другой, значит, на лошади пас, тоже, а куда он, иной какой-то еще занимался, но это деревня, тут все знают, и просто по дворам шариться это не удастся, и то, один Ефим звать помню, гуляли, у него одна нога, а протеста была такая, как ступица, нога туда стоит, как в стакан, ну и привязана, водки не хватало, он залез на магазин, он в магазине торговал-то, трубу разобрал, показать, что в трубу лазил, ну а когда стали смотреть, он на деревян этой ногой-то наследил-то, его сразу арестовали, и он исчез, а теперь давайте представим, сколько их было в городе, вот Вечный Зов, когда смотришь, там Кирьян этот, на тележке-то убегает от нее, видели это? Вечный Зов, фильм? Да. Нет, не смотрел. Вот запомните, там момент возвращения Кирьяна с фронта, это нельзя без слез смотреть, он с ней не хотел возвращаться, у него обе ноги оторвал, он, кажется, танкистом был-то, а она шалава, стерва, как она, она говорит, я стерва, вот, а который с его женой-то путался, а он перешел к немцам, и его свой родной брат расстрелял, когда они встретились, и она теперь осталась одна, и она ждет его на вокзале, поезда идут туда-сюда, но она услышала, что он на тележке этой скрипучей ездит-то, и вот как она ждет на морозе, как баба ей помогает, и наконец она увидела его, а он на тележку упирается, от нее убегает, а она догоняет, упала, целует его, и вот надо артиста-то так, он сморшился, сморшился, там Кирьян заплакал так вот, там ты на него смотришь и сам плачешь, то есть таких было много, но она сразу поставила задачу Кирьяна поднять на ноги, кончил бухгалтерские курсы, и он сидит уже, счеты так у него, в конторе сидит как, но много ли таких было, потому что этих, которые остались без родных, их было очень много, вот судьба человека Шолохова, об этом говорит, он один остался, вонятка там, где-то они познакомились, ну ладно, Андрей Соколов, вот тот сирота, а этот, а бомба, жили около аэродрома, бомба попала прямо в дом, погибла жена, и все, что у него было, и он вот один, таких было много, но ладно, он живой вернулся, и эти люди, ну, мы-то знаем, неверующие, а раз неверующие, значит, все в них было, и далее, куда себя девать, на работу, а кому ты нужен, значит, пьянка, пьют, а пить ни на что воруют, и вот она пишет, у нее протез был, и она помыла его, протез ноги, и повесила, а сама куда-то ушла, не дали, приходит, уже нету, украли, он тоже пользовался спросом, то есть воровство идет, они, я герой, у меня ордена, сам ордена уже пропил, это было не один, не два, речь идет о миллионах, а в Москве-то сколько их было, шагнуть нельзя было, и в метро, и на вокзалах, и везде, идет год 46, стой, год 47, с каждым милицией беседует, а что пошел, ты был на фронте, не было, я горел, я воевал, пошел ты, падла, и все, их ничего нельзя было сделать, они руки-то сильные, он схватит, не вырвешься у него, и вот, жалобы идут там в горком, и везде, что делать, ну и с ними ведут беседы, они никого не слушают, давайте отдельно, вот у нас есть, ну, такие дома для инвалидов, у нас в Барновле тут тоже, но они оттуда еще, побыл маленько, пенсия хорошая, пропил, пошел в город просить, напился, где-то там спит, а в Москва, Ленинград, иностранцы едут, и видно, что страна заполнена калеками, ну и в конце концов, доходит до высших эшелонов власти, что делать? Значит, я дальше не знаю, я примерно кое-что знаю, а остальное домысливаю, власть не просто так, пришла и схватила, они начинают предупреждать, говорить, ну нельзя, вы, ребята, делайте маленько как-то, по-человечески, нельзя же так-то, ну ты вот у соседки своробал, она тебя побила прям на месте, так было, ну это я был, ну правильно, но ведь мало того, похищение детей, насилует детей, он герой Советского Союза, ну ладно, здоровый-то, но мотоцикл посадил, увелся и изнасиловал, а она девчонка 12-летняя, с него, значит, сняли эту звезду, срок накатали, и пошел туда неверующий, это где-то там Акаладеса был, это все фамилии, имена, все указывается где-то, вот речь-то идет не о тысячах, а о миллионах, и может быть, больше 10 миллионов было, если один к трем считать раненых, и из них вычлени те, которые не устроились никуда, ну, есть, которые устроились, вот у человека была возможность, им деньги выплачивали, когда воевали там, летчиком, и он за каждый сбитый самолет, сколько-то, и он все деньги копил, у него, кажется, дома никого не было, ну, куда человеку девать, а он знал куда, он поехал на конзавод, и купил одного жеребца, породистого, все деньги отдал, что-то там свое еще заложил там, и привез этого жеребца, к нему со всего района, с края, наверное, приезжали, кобыл покрытый, дохлых кобылешек-то, чтобы же хорошее было, потомство-то где-то, но не все же такие были-то, другой придет, я могу работать, а что работать-то, ничего нет, а что у тебя есть, ничего нету, ну, мне надо стекли там, нет, а другой пришел у него с собой, саквояжик, у него все там, и шурупы, его ясно, что примут, а другой опять отошел никуда, и таких-то неудачников-то, по своей воле, речь идет, повторяю, о миллионах, а может даже десятки, и власти рассуждают, дальше я не знаю, документов ни одного, нигде нету, по сегодняшний день, в архивах нету, ну, видимо, устно дали указания, такие, как Берия, а что делать-то дальше-то, ну, надо какие-то меры принимать, предупредили, не слушаются, из домов инвалидов, заходи, заходи, папа, заходи, бери стул, садись, я так привез, надо только качать, ладно, заходи, садись, вот, я дальше уже говорю, как теоретически это могло быть, добрый день, добрый день, папа Сергей, так, и вот, значит, воистину воскрес, принято решение на самом высоком уровне, принимает президент Верховного Совета СССР, решение, всех, кого предупреждал, с кем вели работу профилактическую, они не подчиняются, значит, тогда нужно их насильно определять, но они воины, они же все знают, они убегут, значит, куда-то надо в море, на какой-то остров, и избирают в Аллаам, часть куда-то на Соловки, там особые корпуса были, где жили когда-то монахи, когда-то Секирка была священником, всех казнили там, и вот военных туда стянули, теперь разузнают, какие там памятники, все показывают, ходит человек, считай, кто там был, я просто анализирую это, не поддерживаю ничего, ну, будь у власти-то человек, он неверующий, ну, не будем говорить, что все время хотел плохо сделать там Сталин, ну, ведь как-то же жила страна, а и все горком партии, все дураки были, что ли, они тоже думали, я не расположен к партии, но я с их позицией пытаюсь посмотреть, города надо очистить, речь идет, в каждом городе тысячи, по подъездам везде инвалиды, предупредения не слушают, значит, их собрали, это очень быстро было, и эшелонами отправили туда и перевезли, ну, а там уже как, там по-всякому говорят, что, я не знаю как, но думаешь, что морить голодом не морили, не расстреливали, зачем? Ну, конечно, речь шла очистить города, там были, которые художники, им краски давали, они рисовали, картины хорошие оставили, ну, нельзя так, вот это плохо было, а теперь я буду накручивать что-то, я тебе рассказываю про этого, отца Андрея, это, Волконского, куда его Господь возвел, так и это, почему после войны, вдруг в один раз исчезли инвалиды, которые заполняли буквально все, не родных никого нету, которые преступны, как мы вчера говорили, да, и нужно рассуждать именно с позиции того человека, который принимал в этом участие, что, хорошие руководители были, из военных можно было поставить, как-то партия-то тоже смотрела, не дураков ставила, на руководящие работы-то, и мер никаких нету, ничего нельзя сделать, пошли депеши в Москву, мы их собрали, вот дом инвалидов, а они пенсию берут, пропивают, дальше идут попрошайничать, они же не молятся, если бы молили, сделало другое-то, давайте так посмотрим, а так, я встречался именно так, я масштабно не могу мыслить, потому что, от меня это сокрыто, но судя по тому, как этот фильм поставили, что собрали инвалида, простреляли, я даже мысли не допускаю, чего жать-то? Ну, конечно, для чего их востреливают? Он безглазый, прогорел-то где-то в танке, у меня, потом он на двоюродной сестре женился один был, дерзкий такой, танкист, горел, ну, он рано умер, очень дерзкий, чего у него, откуда-то, и сын такой же, пьяница умер, моложе меня, уже умер 2 лет 20 назад, все, так вот подобное, мы можем себе уже даже домыслить, вполне, не могло быть, и с позиции власти, другого решения, они просто и не могли найти, надо было очистить города, и людей пристроить, а он никакой специальности нет, его взяли лет 19, а может, деревне был, вот, когда даже говорят о масонах, масоны, масоны, я говорю, давайте рассмотрим, масоны, масоны-браги, да, антихристы, да, антихристы воцарят, да, 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 но давайте так рассудим, как они набираются, они еще в университете смотрят, кто как учится, они им предложения делают, и вот от них такие, как это, Ангела Меркель, вы знаете, Железная Леди, Марка Тетчер, вот как они набирают, это все масоны, оттуда, австрийская глава Министерства иностранных дел, да, теперь, их не почтил своим вниманием только один президент, Джон Кеннеди, где он? Да, и все, так вот, с их позиций, я тогда начинаю к великому, с малого добираться, скажите, вы хотели, чтобы в семье был порядок? Конечно. Ну, хотели, чтобы муж-то не обманывал жену, а жена мужа-то? Конечно. Согласны. А как это сделать? А есть люди, элита, они думают, как сделать. А хотели, чтобы в подъезде не было пьяных, чтобы не отправлялись, не воровались, счетчики не снимали? Конечно. А можно сделать? Нет. Потому что 35 этажей. А чтобы весь дом? Так это невозможно. Давайте дальше. А если во всей улице ни воровства, ни пьянства, ни убийства, ни наркотиков, помыслить мы можем. Давайте мыслить, что есть люди не с нашими мозгами. У них задача стоит. Как это все сделать? Это должен быть тотальный надзор. А как? Вот теперь подошли к чипу. Вот наша Государственная Дума в России проголосовала все телефонные звонки хранить 3 года. А речь шла о 5 годах. Все до одного звонка, хорошие или плохие. А теперь по звонкам, по этим далеко высчитать. А вот дают еще браслет такой, когда выходят из тюрьмы, на руку ему нацепляют. Куда бы он ни пошел, везде у них там график идет, он ходил. Я там не была, вот график. Вот кривая твоя, вот ваше брованого движения. И вот они сейчас заботятся об этом, чтобы всех защипировать. Не просто так, под полный контроль. И тогда деньги воровать нельзя, их нету, а только руку показал, счет сошел, есть у тебя деньги, полиция ищет, тебе нет, все данные, дверь открылась, пошел, нет, тебя тут же сгребли. То есть они, я о масонах говорю, они заботятся о полном порядке. Ну на земле 7,5 миллиардов, 6 миллиардов столкнуть в яму. Люди, которые ничего не дают. Напрасные едоки, как они говорят. Это сих позиций. Ну вот эта элита будет, новое поселение, ну Генрих Гиммлер же выращивал свое. Отдельная нация. Какая глаза, как его замеряют, высота черепа, то другое. В скандинавских странах женщины, которые оплодотворялись ими, уже 250 тысяч рожденных было по выбору. Они нигде не шатались, по чужими не были, только свои. Из СС подобранные, голубые глаза, русские волосы, нация. То есть если это бога нет, ну мы как голуби, допустим. Мне надо, чтобы у них вот здесь был как ошейник. Один такой родился урод, но для меня он не урод. Я такой упорду. Всех оставлю под нож, а ему жду пару, когда будет. Также овечек, куриц, ну естественный отбор. Тогда порода-то как уводится-то. И вот люди точно так же. Самые лучшие оплодотворители, которые будут, это уже все было сделано. А другие живут, работают, они ни с кем не знаются, дети рождаются. А там Финляндия, Скандинавия, когда война-то кончилась, а они уже дети родились, и теперь им в отместку все начали мстить, этим женщинам. Вы такие твари. Так вот, с позиции порядка масоны правы, а с позиции вечности они демоны. Вот меня когда спрашивают отношение к кому-то, я могу сказать, я не знаю, может быть, где-то в какой-то там джунгли попал хороший человек, но вот так заботиться о своем народе, из инфляции, из разрухи поднять, как Гитлер, такого не было. При условии, что Бога нет. А если Бог есть, это был дьявол в человеческом образе. Поднял руку, на славян уничтожить, там, рабами сделать, евреев уничтожить, цыган, там, этих свидетелей Иеговы. Вот с этой-то позиции мы должны рассмотреть однажды и знать. А от нас зависит только одно – знать, не вмешиваться и молиться. По делам нашим Бог дает и правителей таких, чтобы мы вздрогнули. И вот об этих инвалидах, тоже надо помнить. Оно где-то рядом. Вот в эту афганскую войну, эта война настоящая, не то, что мы ограничены, контингент, 14700 погибших и до 70 тысяч раненых. Вот и считай. Ну, раны разные там. Вот я где нахожусь, вот это место, они здесь находились, эти афганцы. А когда мне это место понравилось, мне его предложили, я сказал, согласен, тогда всех сразу, они тут, без рук, без ног, все приехали, да мы только тут решетки поставили там. А из городской администрации были, говорит, это государственная необходимость. Вот как то, что у меня процесс-то выигран, решение суда, и вот это место, красивое, рядом ОП, на которое нападает там, с Украины, что незаконно дали, мне отнять в орденат, ну, вообще дураки какие-то. Да кто же это сделает? Это даже президент, я говорю, не может сделать, потому что решение суда и написано, пересмотру не подлежит. Я в центре города нахожусь, с вами, я сейчас сижу, разговариваю. Да, еще, если будете говорить с шахматом, у него была или будет, я до конца не знаю, с Быковым. Была. У него была, есть этот ролик, я вам скину. он мне нужен. Дмитрий Львович, он, Быков, полежал по Теряевку. И вы это найдете, я могу скинуть, для слова божия не туз. Я же ему все это, да, я знаю, я ему в первом письме это все скинул. Да. И во втором, я ему сказал, что Быков, в котором вы брали интервью, он приезжал и написал вот статью. Статью я скинул ему. Мы его знаем, не понаслышке. И о нем написано, для слова божия не туз. Потому что это взято из журнала Собеседник. Он напечатал статью. Да, он же в коме был недавно. В коме был Быков. Как? Из комы едва вышел Быков, попал в больницу с тяжелыми очень осложнениями и диабета, и там. А у него энцефалопатия. Это так называемое разрушение мозга. Причем уже прогрессивно и давно. Ну, он был когда. А как раз это было на 21 сентября, они были у нас. А 21 сентября день рождения батюшки. Ну, и мы собрались там помолиться, то другое. А он без пояса. А у нас не положено. Батюшка вывел другую комнату, дал ему пояс, а у него сантиметров на 20 не сходится. Батюшка вот так рукой по животу поколотил, ну, зачем ты такую мамон? Он говорит, батюшка, Бог нас разными сделал. Нет, батюшка, а ты сам себя так сделал. Да. И он был, ничего не записывал. Я подивился, почему не записываешь? Все помнит. И там он накуролесил столько в своих записях. Он то ли пронадеялся, то ли, но это командировка у него была сюда. А мы их проверяли. Он показывает документы, у меня сомнения. Мы сразу телефоны взяли, позвонили в редакцию в Москве, ответили, да, это наши корреспонденты. Фотограф был, бурлак. Они все тут, может быть, что-то искали. А из-за чего они приехали? Была Эльвира Горюхина, она, кажется, у Говорюхина была секретарем, профессор, так я понял ее. И она была в Потеряевке не один раз, Эльвира Горюхина, и большие статьи напечатала. А если она спечатает, это не просто рассказ какой-то, а трогает людей. Ну, а почему нигде больше этого нет? Ну, как, ну, почему? И вот Быков спрашивает тут, у нас была одна из Греции, гречанка, Куемщиди, фамилия ее, пятеро, кажется, ребятишек у ней, ну, он к ней пришел, по деревне ему разрешили ходить, поезд батюшка дал другой, он говорит, а я был как Путин на Окинаве, себя чувствовал. Вот, и здесь теперь он с ней разговаривает, скажите, а как вы воскресенье проводите? Она говорит, ну, как, в храм ходим, а сама солит огурцы, это он все пишет ну, и что в храм ходите? как-то же, надо отдыхать, так мы и отдыхаем. А как вы с храма придете? Ну, из храма придем, завтракаем, а потом, а у нас потом занятия идут, занятия по изучению Библии, потом мы на лодках катаемся каждое воскресенье, да еще бывает на лошади катаемся, и на разъезд ездим, ягоды бывают, он тогда говорит, о, грибы собираем, так у вас, говорит, еще интереснее, чем у нас, Быков-то, а у него еще есть, а тут все свое, рыба своя, грибы рядом, ягоды свои, а он думал, кроме того, тогда у нас было около 500 кинофильмов, такие еще были, диски, это, видео, смотрим фильмы, ну, вот воскресенье-то и прошло, купаемся, да купаться-то не где-то, где грязь течет, а свое все, он испытывал во всем, а у вас оружие есть, если нападут защищаться, она говорит, нас Бог защищает, дальше пишет, и сразу она доложила Игнатию, Игнатий еще раз проверил наши документы, и позвонил в Москву, действительно ли мы оттуда приехали, потому что, потому что вы приехали без разрешения, вот, ну, и он, когда услышал, как у меня вот в лагере ни одной аварии не было, он посмотрел, какой порядок, да как эта авария, какой быть-то, когда все под присмотром, я говорю, так в этом есть смысл, я начальник детского лагеря, самим образованный, 45 лет, ни одного повреждения, ни одного отравления, ни утопшего, ни сгоревшего, это еще значит, ни один не заболел, да, это, Степаненко говорит, один год я взял, ребятишек 10 на неделю, так там с ума сошел с ними, они в разные стороны, а это 45 лет, тысячи детей подняли, я в Америке ездил, там, по скалским лагерям, где возили меня, я им сказал, на утро, когда посмотрел, как они на вытяжку стоят перед флагом американским, там, гимн какой-то американский, повезет, что-то такое, и в пятницу едят молоко, а иначе никак, я говорю, ваших воспитателей, к себе на территорию даже не пустил бы, обидел их маленько, а бюджеты там огромные, на воспитании, выделяйте, но мы там часто гуляли, я уже попутно, я на работу, на работу, ну, спаси Христос, все, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, ну, вот такое дело, относительно инвалидов, ну, я размышляю вот так, что власти поступили правильно, никто их не расстреливал, а если люди были верующие, не спившиеся, они определились, я думаю, они не убегали, они не выпрашивали ничего, это остались те, которые никому не подчинялись, и все пропивали, и воровали, ну, по сути преступников, ну, просто, ну, да, они на фронте, да, если воровали-то, воровали-то, ну, я рассказываю, еще даже нога протез висела, и ту своровали, она повесила женщину, ее своровали, а там, говорит, никого нет, они инвалиды, надо смотреть маленько так, масштабнее, вот я о масонах говорю, и все так, все они, я не говорю, хорош, я говорю, мысли у них какие, что они хотят, привести в порядок на земле, чтобы не воровство, они, ничего этого не было, ну, то есть, да, их понять можно, но не оправдать, не оправдать, правильное выражение, вот именно это, ну, а понять можно, и туда и идут люди, которые, если он в Бога-то не верит, он и думает, я для Родины принесу порядок, счастье, нельзя так вот, огульно все, даже, и враг, который что делает, и то надо понять, почему он это сделал, ну, бывает, который, уже не туда поехал, а вы знаете, вот что, вот в Советском Союзе, и вообще, такое принято было, и в органах, что на большие должности, назначали только людей, которых имеется, на которых какой-то компромат, и даже, это протоколы сиротских мудрецов говорят так, чтобы легко было убрать, но это в мировом масштабе, а у себя, в мировом, в мировом масштабе, когда они выдвигали на работу, куда-то, ну, там, поставили, это, генерала Шарля Деголю, а он из-под контроля выходит, тут надо понимать, что ложи разные были, в обществе Фули, был Гитлер, но эти масоны, были не согласны с английскими, цель-то одна была, они сами его возвели на престол, я как-то в огоньке прочитал статья, а в огоньке был главный редактор, еврей тогда, Виталий Коротич, и была статья, кто образовал Израиль, и крупно написано, Гитлер-основатель Израиля, и основатель, то есть полукровок всех собирали, уничтожали, а освобождение нации от ассимиляции этой, вот как дело-то было, а нам, видишь, однобоко преподают, мы думаем, да, так и было, а ты маленько размысли, поищи другие источники, да, ну и вот, вот такой вопрос, а вы, действительно, то, что епископов в советское время тоже через КГБ назначали? Все 100%, это не кто-то говорит, а Харчев, Харчев, при Совете Министров по делам религии, как обычно, ну, несколько кандидатур, ну, я дальше сам уже домыслив, как, нужно поставить самого алчного, ну, таких много, 95%, алчные, златоуста, златоуста говорит, никого так не боюсь, как епископов, самое отвратительное, самое злобное, и она златоуста везут в ссылку, а монахи в горных тропах засели с епископом Фаретрием, чтобы златоуста убить, вот как дело-то было, ну, если так рассматривать, то они говорят, дальше я так думаю, второй вопрос смотреть, на кто к нам лояльный, да, не все одинаковые тут, но есть такие, которые вперед нас забегают, стараются угодить, а таких, ну, не все такие, это половина такие, значит, из этих, и кто это говорит, это не взороп, у него дед или кто, генерал был в КГБ, дед или отец-то, я не понял, и дальше, а теперь нужно взять таких, которые в каком-то грехе замешан, ну, как правило, в блуде, значит, находят, таких немного, но 30% есть, и теперь из всех, которые были, остается три, теперь из трех, они теперь все, и в возрасте, все учитывают, и поставляют, а так все до одного ставленники, его нельзя в епископу поставить, как только по рекомендации власти, вот я приехал в этом город, меня вызвали в Красноярск, печень сделать для Просфорни, ну, я работаю, а вызвал меня там отец Александр Бурдин, благочинный был, ну, и он меня знает хорошо, а матушка, она влюбленная просто в нас была, вот, и он говорит, ну, тебя архиерея-то не поставить наш, да я говорю, знаю, а я могу поговорить с уполномоченным, и тебя поставят, я говорю, нет, никогда, поставит, то у меня с ним хорошее отношение, ну, дружеские, ладно, он звонит там, Алексей Дмитриевич, как у вас дела, то другое, так, у меня тут человек оденный есть, и надо рукополагать, и как вы, да я не против, тот отвечает, потом поставил, а кто это, да вы его не знаете, ну, все же, кто, да из Барнавула, Игнатий Лапкин, я слышу, он аж покраснел, этот Бурдин-то, да нет, я слышу, он кричит, вы думаете, кого предлагаете, да вы что, чтобы меня с работы сняли, и прочее, вот и все, а Осипов, это время, профессор, просто так, профессором не будешь, при советское время, там близко не допускали, пока не завербуют, даже, семинаристы, все как-то отличные, и они это им играют, конечно, власть понимает, а мы шли в это время этапами, говорится, мерили дороги, а они по заграницам страдали, у нас разный путь, и он, конечно, теперь на высоте, все говорит, ну, и дает там ответы, а я вижу, ответы дает, наполовину не отвечает, он житья не знает, он на одно сошлется, и притом выдумывает, даже слово Яна Златоуста, на Пасху считаем, и то исказил, я смотрю внимательно, что он считает, я могу показать ошибки их, у меня вот, когда зайдете на наш сайт, и там есть разборка выступлений, такая папка, я разбираю, Алексея Второго, был патриарх, митрополит Кирилл, вот этот, Гундяев, Козлов Максим, он там, МГУ, священник, старобряшкинский Андриан, Амбросий Юрасов, вот всех брал, вот ему вопрос, его ответ, а дальше, я, как надо было отвечать, это все в книгах, которые у вас на столе лежат, а дальше, они примерно отвечали, до 10%, ни один не дотягивал, правильно, а остальное, я дальше разбираю, и показываю, Бог говорит, вот так, они отвечают, я дальше делаю анализ, почему говорят, не знают, или боятся, вариантов немного, ну, не знают, сказал бы, я не знаю, я не встречался с этим, а он начинает говорить, даже близко нету, потому что, его слова опровергает Библия десятки раз, вот у Осипа спросили, там, относительно вечного мучения, ну, по-человечески правильно, но Библия-то так не учит, считаем мы 25 главу Евангелия от Матфея, и правде их поют в жизнь вечную, а эти в муху вечную, в одном предложении два слова вечных, они по-разному понимаются, не знаю, но слово вечное имеет другое значение, но здесь конкретные святые так понимали, меня спрашивают, а вы как думаете, не знаю, мой ум смолкает, я говорю так, как написано, как святые понимали, вечно, но внутри меня, все говорит, не может быть вечно, это никому не нужно, но говорить я не могу, я просто на ухо сказал так, я не пропагандирую это, я верю, и говорю, это царство вечное, его же царстве не будет конца, а раз не будет конца, его, значит, и мучением, в одном предложении слово вечный, ну, просто критически смотреть, на свои ответы, правильный ответ по Библии, тогда, когда ни одно место священного Писания не противоречит ему, вот критерий какой, а чтобы знать, это надо знать, вот представь, Кирилл Иерусалимский выходит и говорит, братья, не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией, для этого минимум два условия, чтобы все знали Писание, и чтобы сам он знал его, от корки до корки, а сегодня кто выйдет, так скажет, кто? Патриарх? Не думаю, они вообще говорят, как будто это завхоз какой-то, где канализацию проводить, да ему ли до этого дела, они должны людей вести к Богу, а почему 20 глава, там 28 стих, апостол Павел Деянием говорит, что и будут говорить превратно, 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 запятая, дабы увлечь учеников за собою, не за Христом, ну, за собой повел, вот тебе баптист, вот адвентист, вот свидетель Иегова, Библия-то одна, а толкование разное, и при том толкование, они рассыпаются в руках, я с ними беседовал десятки лет, могу сказать, хорошие люди любят Библию выборочно, 11 книг из Библии выбросили, и начинаешь беседовать, я уже знаю, проигрыш у них стопроцентная гарантия, о том, о тысячелетнем царстве, об иконах, знания мизерные, а для людей, которые не знают, он Библию в руках держит, они хорошо знают, что Христос умер за нас, это они знают, ну, надо быть в церкви, а этого они не знают, церковь, ты вышел, ты в церковь, а Господь говорит, я создам церковь, одна, не церкви, да какая-то православие, так, в первом веке православие было, такое, уже все образовано было, и каноны, и акафисты, и рукоположения, а Господь говорит, я во все дни до скончания века с вами, если его не было, первый, второй, третий век, его нигде тогда не было, церковь-то была единая, если он не с ними, то ни с кем, а этого быть не может, во все дни до скончания века, с ними, когда говоришь, и они записывают, то бывает и результат, бывает целая община обращаются, ты должен только твердо держаться за ризу Христа, стал говорить, не нам Господи, но имени Твоему дай славу, сказал, а он не ответил, а я такое имею, давай сначала это разберем, никогда не надо прыгать, так называется, в догонячки играть, твердо, четко нам сказано, что иконы не идолы, как не идолы, не сотвори кумира, а это не кумиры, это изображение в красках, это то же самое, что мы говорим словами, словами мы говорим для ушей, а это для глаз, а где это написано, вы знаете, какой короткий путь, прямое поверение 25 глава исход, а они берут и ко 20, дальше, Соломон построил, и там в храме у него были львы, нечистые животные, море медное на 12 валах, а написано, не сделай ни того, что на земле внизу, Соломон сделал по повелению, нет, сам, а Бог принял, написано, священники, люди отличные, и слава Господня сошла, и как облако наполнило храм, и священники не могли стоять, что это означает, Бог принял, а где этот храм, Санваходоносор разрушил, 25 глава, 2 параллельпоменон, а где же Христос был, Иезекииль, 41 глава, 17 стих, это второй храм, и там написано, были изображения, по-гречески, икон, от пола до потолка, внутри и снаружи храма, а он пришел, когда говорит, дом мой, не капище, с идолами, дом мой, домом молитвы наречется, все, поплыли, ты вот эту структуру просто знай, храм, значит, никуда не выходи, какой храм, кто построил, кто, Зарававель, Иисус, Сын Ясидеков, и об этом Агей пишет, когда ты это выстроил, они не могут из этого выйти, сразу будут кидаться на другую тему, не выпускай, клещи зажимай, сексанская суемудрия начнет выжиматься из них. Да, я заучиваю, но еще вот, они же невнимательно читают саму заповедь, сказано, не сотвали себе кумира, и пояснение, никакого изображения, и это же речь о кумире, то есть, не сотвали себе кумире, никакого изображения, что на небе вверху, что на земле внизу, то есть, речь-то о кумире, не сотвали себе кумира, и вот изображение этого кумира, А не то, что там, что на небе, что внизу Да Они это не понимают, они думают, что вообще никакого изображения Но даже понимают На небе, на земле, внизу Вот я в университете Доску расчерчиваю Давайте, на небе, вверху Перечисляйте, ну что Солнце, луна, звезды, облака Больше ничего нету Значит, птицы летят еще Насекомые летают, это нельзя делать Нельзя, а еще что на небе Херувимы, Серафимы, Ангелы Архангелы, записали Что на земле внизу, опять перечисляем Животное, скот Да ну, там растения Кусы, деревья, перечислили Дальше, теперь смотрим Это 20 глава, говорит, нельзя А 25 говорит Сделай изображение Что Бог забыл через 5 глав Там не сделай то, что уводит от Бога А это то, что приводит Там это касается кумира именно, да У вас должно быть абсолютно точно Строчка в строчку должны лечь Там разобрал, что на небе Разобрали, что на земле Так на небе ангелы, архангелы А как же сделали их повелением прямым И никуда пока ответ не будет дан Да будут подобны им, делающие их Я хотел бы быть подобным тем, кто изображен на иконах А не тогда и назад Вот, Рождество Христа Идолы есть нечто Что изображение Христа То есть, Христос не родился Если это идол Изображение идола Никак Это иконы и Слово Божие И они начинают тогда маленько Думать Мы живем на один раз на земле Играть нельзя Им просто показываешь Церковь всегда имела иконы А рукоположения нет Вы, ни церковь никакая Это самочинное сборище И ваше крещение не ощущает А скверняет Киприан Карпагенский говорит Православным еще сказать Чтобы обратить человека Помните Нужны тысячи талантов А чтобы крестить Не надо ни одного Достаточно быть рукоположенным Да А вот такой вопрос У меня вот мать Она такой большой путь проходила До церкви И до этого она была В каких-то там протестантских Течениях И там ее крестили в воде Два раза даже было То есть она в одной какой-то секте была Потом в другой И там ее Трехкратным погружением По-сектантски там крестили И потом уже она приняла Православие Когда уже буквально там Год лет пять Год четыре назад Ее там естественно Облили Но помазали Ну вот Помазали Да Помазали Помазание это другое таинство Это возложение рук епископских Сошествия Духа Святого А вот то что Сектанты и правильно Троекратные А где такое? Я вот спрашиваю Она говорит Ну не помнит ни названия Ничего уже это не помнит Просто она говорит Я помню что трехкратное было Сектанты троекратные Раз не знаю А я уже знаю многое И они опрокидывают на спину А нужно вертикально В смерть крестились Они в положении во гроб Ну то есть да Вот это только Наверное Ну это уже дело прошлое А что В итоге то как Ее у нее Да То есть В итоге то как Ей надо нормальное крещение Получается Не знаю Потому что вы не знаете А на ваше незнание Мое незнание накладывается Кто они такие были Как крестились Положение какое было Что она в это время Исповедовала Так просто Как говорится Кондачка С бухты барахты Нельзя Ну там во первых Женщина крестила Женщина А почему Ну я не знаю Почему Какая-то приезжала Там откуда С Америки что ли Да какая разница Она женщина Да Христос Семидесяти апостолов Ни одной женщины не избрал Из семидесяти Ни одной не избрал Что доказывать то Они служили имением своим Помогали Обед готовили Как Марфа Мария Я просто Что думал то Что Если там было Там трехкратное погружение То это как Крещение может Водой то было А здесь уже добавилось Уже когда Нет такого Я не знаю Понятие Потому что неизвестно Кто человек был Если она была православной И правильно произнесенная То разрешается И женщине Покрестить Когда никого нету Всех мужиков Переколотили Священников Всех расстреляли И тогда может она Но какие слова Она произносила Вот это Ее надо до конца Расспросить Она не помнит Нет Ничего Тут не помню Тут уже Шестое правило Шестого вселенского собора Ну Которое Да Если не помнишь Все понятно Не помнишь Значит Немало Не сомневаюсь Прими Дабы не будешь решен Ну это сейчас проблема Если Тебя облили В церкви В православной То как Как вы говорите Как печать антихриста Уже тебя Они не покрестят Не покрестят Ну не надо смотреть На это У тебя душа одна Крещение Вот именно Ну вот я ищу сейчас Ищу сейчас У нас бились Бились И вырывали Вот И наконец Нашелся священник Который моченых Стал крестить При церкви Притом Это вообще Редкий случай Да Ну почему Я думаю Все таки Охрана Господня Здесь Бог такого Дал архиереи Да У вас архиереи От Бога Да Мы молились И трудности были А сейчас Всяра батюшка Не вчера Когда он был Ну да Он сейчас приехал У нас В понедельник Приехал в понедельник Ну и Сразу пошел Здесь служить Где архиереи служат А там побыли Архиерей Посыльный Подошел и говорит Архиерей сказал На обед Чтобы к нему Ну на обед попал Есть такая песенка Где обедал воробей В зоопарке у зверей А меня когда спрашивают Где обедал воробей Я говорю Там же где архиерей Я в Америке был Папа стих написал Хотел прочитать Давайте Сначала Дорогой Игнатий Тихонович Хочу вас поблагодарить От всего сердца За духовное наставничество Не только сыну моему Всей нашей семье И многим-многим Бесконечным людям За сработничество Духу Святому На которую вы кладете Свою Единственную Вот такую светлую жизнь Меня зовут Сергей Николаевич Сергей В общем Я папа Вячеслава Хочу прочитать вам Небольшое стихотворение Мир дому вашему Данике из чуда Рая Отныне пребываем мы В земной юдоле И считаем На этом свете Свои дни Но Божьим чудом Выход рядом Во слове Посланным Творцом В Христе Спасителя Распятом За наши жизни Под грехом Ему Душой Внимая Слову Не умаляя Цели Суть Способны мы Родиться снова И вновь Ко вечности Прильнуть Полезно нам К себе Построже По отношению К правде Быть Задачи бренные И что же Спасенье Главное молить Которое В одном Лишь Боге Иное Все Есть средство Нам Нутром Почувствовать Дорогу Домой Как блудным Сыновьям Мы шаг К отцу А он К нам Десять К нему Идем А он Бежит Навстречу Нам Любимым Детям Он Сам По-царски Дорожит Свободой Нашей И любовью Безмерно Ждет Нас Спасти Вплоть Даже Собственную Кровью Лишь бы К спасению Привести Ему Возможно Все Но Сирым Тонущим В суетном Перу Могу Лишь Пожелать Взять Книгу Благую Весть Познать В миру А далее Пускай Что свято То победит Сегодня У нас Что Слишком Временно Невнятно На сердце Не идет Сейчас Вот так Спасибо Игнатих Ничего А когда вы написали его? Я несколько дней назад написал Сейчас скажу число Так 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 В общем это До 28 апреля Какой-то день А Так Нет Нет Начал Начал Да Начал его писать 19 марта Но только Только Саму Такой Как заглавие А потом Все уже Очень быстро Написал Вот Прямо перед Пасхой А вот здесь В книгах Которые пришли Да Седьмой Восьмой Том Когда посмотрите Седьмой Восьмой Там стихи идут Ну в самом начале Откроешь Если То напротив Каждой строчки А в каждом Сихотворении Девять куплетов 36 раз Надо Библию Открыть Чтобы понять Откуда мысль взятая Ага Вот у нас Они уже Все На постельной кровати Не у всех стихов Но там так есть Где 36 Библии указано Откуда взята мысль Ага Пошел Потоком Первые Как пишут Христиане Собирались Просто по домам Посторонних Сторонились Тайно Паству Доводили до ума Мало нам Апостольских Деяний Что берет Сейчас за образец В рассуждении Больше схоже С пьяным Церковь Начиналась Не здесь Наш Равноапостольный Владимир Не евангельское Выиграл Сражение Храмы Купола А не квартиры И не проповедь Одно Богослужение Расспросите Как родиться Свыше Как родиться От воды И духа Вы об этом Даже Вот об этом Даже Поп не слышал Тысячелетия Об этом Глухо Артистично Выходы Поклоны Дым кадильный Ризами шуршат Разум Прихожан Устало Сонный С Библией Сравнишь Как детский сад Обезглавили Сокрыли Схоронили Чистые Евангельские Слова Хор Традиций Праздничных Воскрилий До корней Незримых Безголовых Слушайте Глаголы Саваофа По которым Будут всех Судить След кровавый Прямо На Голгофу Нам источник Жаждет Без воды Как все Перепутали С годами Истина Считается За ересь Нет гостиниц И забыты Бани Вместо Винограда Вырос перец Ох Спасибо Господи Спасибо Господи Готя Строчка Ну один Как-то Так Я сейчас Это Ну ладно Положу Мне сгонят Хулиганят Игнать Отвече Отвече Я Стал открывать Чтобы не давать звуку Игнать Сихонович Вот я Очень чувствую Когда за каждым Словом Есть Просто Можно сказать Вечности Кусок Вот так Вот пока Кусочек Вечности И оно В слове Просто сразу Чувствуется И это уже Не просто слова Это просто Как можно сказать Знаки дороги Это вот Как говорят же Указатели дорог Вот вы Ваше Произведение Да Они Божьи И они Указателями дорог Ивели Там вторая часть Книги Каждой Там проповеди Мои Там больше 1300 проповедей Наверное Это все Надо было Записать А потом Печатать надо Да Вот Работа Это не Ну это Ну Что говорить Работа С большой Буквы Больше 30 тысяч Часов Я провел За компьютером Издавая книги Версткой С 8 Тома Сам занимался Фотошопер Работал А ничего Не понимаю У меня Друзья Программисты Где все А вот Помаленьку Натянуло А потом Учился Там записывал Конспектировал А потом Пришла одна Молодая пара И на меня Они крепко Давнули И говорят Вот вы все Взяли на себя Ну все Сами делайте Вас не будет Кто будет делать Я говорю Я этого ждал давно До свидания Больше не делаю Делайте А мне готовые Подавайте Я сказал Пропы Теперь печатайте И Бог послал Прямо сразу Дал людей Да Да Истины Истины ценные Оно Не горит И не пропадет Никогда И все Вернется А вы слышали На Пасху День Победы У нас поется На мои стихи Сейчас я покажу Я покажу Так Сейчас Заряди сейчас День Победы Игнатий Лапкин В Ютубе День Победы Это одна женщина Мне сказала Напивается Слова такие Небезбожные И у меня Как-то быстро Написалось Прямо Полчаса не прошло На той Кой же мотив День Победы Это где Вот Которая Шесть лет назад Или который Сейчас Недавно Ну недавно День Победы Это одно Такое стихотворение Называется День Победы В Ютубе Игнатий Лапкин Такие слова Напечатай Сейчас посмотрите Еще будет Там люди наши Как одеты Как поют Пошел? Да Ну давай Заряжай Послушаем Не слышно еще Ничего не слышно Почему-то Так Сейчас Мы-то слышим Интересно А почему не слышно? А когда я так включал И меня говорят Не слышно Я удивлялся Почему не слышно? А теперь сам Такое удивление Сижу Вот вы говорите Отлично слышно А оттуда Такой же Громкостью Голоса Его не слышно Что это такое? Вообще не слышно Ни слова Тут Видать Программа Она шумы блокирует Не дает Чтобы Голос было слышно А все остальное Не слышно Она сама делает так Как коллективные звуки Она Убирает У меня тут просто Ну слушай Песнопение Это как там Ивет Сейчас Вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот слышно тут было... Слышно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все Давай Заканчивай это Да Я даже... Да Ну как? Понравилось? Так и надо только петь Молитвенный гимн Это Только так и надо петь День Победы Это по-другому Не надо петь даже Да Главный, в хорошем смысле, виновник Победы был упущен в предыдущем, как бы, варианте, который вообще... Сейчас, День Победы, Парад, о Боге вообще речи нет, вот вообще нигде, вообще ни слова даже нет Даже в вооруженных силах, вот я сколько служил тоже, на Парадах участвовал Так, это, убери теперь мою картинку-то, свою выставь опять сюда, поверни этот экран Сейчас, сейчас Вот так, ну что, если вопросов нет, меня отпускайте Все, слава Богу, благодарим Спаси Христос Спасибо Во славу Божию, отошел И заслуживайте